Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы продолжим проходить темы раздела «Путешествия». И сегодняшнее название нашей темы «О чём нужно помнить в дороге?» Жолда жрегенде, безнина, омытпаумыскирек. Урок 64 у вас в учебниках на странице 74. Откройте свои книжки. Сегодня вы научитесь высказывать оценочное мнение о ситуации, правильно употреблять знаки препинания Танос-Переглеры, восклицательный знак Леппельгсе и вопросительный знак Суракпельгсе. Итак, ребята, безопасность. Рассмотри рисунок, о ком и о чём рассказывает учитель. «Назови героев картин и их действия, как они поступают, какие правила нужно знать, отправляясь в дорогу. Составь рассказ». Посмотрите, ребята, учитель показывает своим ученикам, что мы должны делать на дорогах и что не должны. То есть она учит детей правилам дорожного движения. Жол и режилеры. Давайте рассмотрим все картинки по отдельности. На первой картинке, ребята, мальчик перебегает дорогу не в положенном месте. То есть там нет ни пешеходной полосы, зебры, ни светофора. И прямо перед машиной он выбегает. А это правильно? Нет, ребята, конечно же, это неправильно. Ни в коем случае не делайте так, как делает этот мальчик. Это очень опасно. Хаупте опасно. На следующем рисунке девочка переходит дорогу прямо перед автобусом. «Ответьте, ребята, как вы думаете, она правильно поступает?» Конечно же, нет. Она поступает неправильно. Ни в коем случае не делайте, как эта девочка. Если стоит автобус, мы должны подождать рядом с остановкой, пока автобус отъедет. И на этом рисунке точно так же девочка переходит автобус. Только не спереди, а сзади. А так поступать и можно, как вы думаете? Нет, нельзя. Это тоже опасно. Болда хаупте. Сегодня на наш урок приехал в гости сказочный герой. Что же это за герой, мы узнаем с помощью загадки. Что за странный человечек деревянный на земле и под водой ищет ключик золотой? Всюду нос сует он длинный. Кто же это? Буратино. Мы все знаем этого славного героя, деревянного мальчика с золотым ключиком. Кажется, Буратино приехал в город и хочет перейти дорогу. Мы должны ему помочь, да? Кажется, ему тоже нужно узнать о правилах дорожного движения. И у нас текст «Как Буратино учился ходить через дорогу». Буратино Жолдан Утуде, Калай Иринде. Внимательно послушайте текст. Урок 64. Послушайте текст. Как Буратино учился ходить через дорогу. Однажды папа Карло отправил Буратино в школу и сказал «Будь осторожен в дороге». И Буратино пошел в школу. По дороге... Буратино жолда келе жатырып, үш көзді зат көреді дейді. Трехглазы существо дейінеміз үш көзді зат. Сосын Буратино келе жатырып, жанағы көрген затына «Мен мектепке барамын. Ал сен мүнәжізе тұрвалып, үлкен көздеріңді жыпылықтатып тұрсын дейді. Марғайш деген жыпылықтатып тұрсын дейді. Ал оған үш көзді затны екен светофор бағдаршам, бағдаршам не деп жауап береді? Буратино, ал сен жолдан қалай өту күрекен білесің бейдейді? Нет, ответил Буратино. Тағда светофор рассказал, что дорогу можно переходить только на зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу зебра. Буратино очень обрадовался, что светофор научил его правильно переходить дорогу. Сосын бағдарша муан жолды тек қана. Итак, ребята, в каких случаях мы ставим вопросительный знак? Когда мы хотим что-то спросить или в чем ты сомневаемся? Давайте, ребята, найдем. Если в этом тексте вопросительное предложение, я его, кажется, нашла, а вы? Я думаю, вы тоже нашли. Буратино, а ты знаешь, где можно переходить дорогу? Ребята, обратите внимание на то, как я сделала интонацию. То есть, мы должны менять интонацию речи, когда мы о чем-то спрашиваем. Даос ргамс, да? Уызгиртемс. Ребята, а в каких случаях ставится восклицательный знак? Лептэ бельгысын бас? Кайоқта пайдал намс? Угу. Когда мы изумлены, да? Когда мы выражаем изумление. Тангдан нас пыльдрыт кэнде. Еще. Когда мы выражаем радость. Куаншымізды бельдергет кэнде. И когда мы выражаем волнение. Толған нас пыльдергет кэнде. И иногда для того, чтобы обратить внимание на себя, то есть когда мы делаем обращение к кому-то, нужно во время восклицательного предложения тоже изменять интонацию голоса. Давайте найдем восклицательное предложение в этом тексте. Будь осторожен в дороге! И они попасают сидевать от я Буратинова. Здесь папа Карло обращает внимание, то есть чтобы Буратина его услышал. Где еще есть восклицательный знак? Я иду в школу, а ты стоишь тут и моргаешь огромными глазами. Здесь, я думаю, это выражение изумления. Буратина тангала услай айтада. Мы поняли, да, в каких случаях мы ставим восклицательный знак, а в каких случаях вопросительный знак. Запомните, ребята, все эти правила. Итак, ребята, вам самостоятельная работа на дом. Здесь картинки. Они прономерованы. Вы должны будете написать номер картинки, один, например, и рядом написать правильно или неправильно. Я не правильно, дрос, неправильно, дрос и мис. Затем, ниже вы должны будете составить предложение по этим картинкам, по образцу. Например, здесь мальчик играет с мячом. Точно так же вы должны записать остальные действия на картинке. Вот, например, по рисунку номер 3, по образцу у нас написано, мальчик играет с мячом. Теперь остальные действия вы должны написать сами. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание. Удачи вам в выполнении задания. И до следующего урока. Продолжение следует...